Это социальное явление, это гражданское проявление, и оценивать его нужно с очень высоких позиций. Это не рядовое состоявшееся событие, которое можно однозначно пререшить какое-то клише и дать ему какое-то точное определение. Государственный переворот, по-моему, это очевидно. В Киеве произошла революция. Революция всегда есть сочетание народного возмущения и переворота. Финансируемый из них. Это бак было всегда. То, что развито было в Европе и на Западе как форма протеста и попытка находить в резкой, но конструктивной форме диалог общество-власть, здесь в России этого нет, а Украина показала, что и в славянском мире это вполне возможно явление. В результате революции приходят новые классы, новые люди. Здесь в результате этих событий пришла просто одна из группировок, которые давным-давно находятся в украинской политике. Мне кажется, что сейчас к власти пришли люди, в первую очередь, растерянные. Я очень надеюсь, что они смогут собраться все-таки и сослужить добрую службу своей стране, как бы они ни были настроены по отношению к России. Верховный Совет Украины ухитрился всего парочкой постановлений, принятых 22 февраля, сделать всю свою дальнейшую деятельность юридически ничтожной. Мне в этой всей истории очень не нравится, когда говорят, что Запад говорит, что мы давим на Украину. Что значит давит? У нас половина всего производства или какие-то заводы, фабрики с советских времен находятся вместе. Мы хотим не потерять свое и всего на все, и помочь украинскому народу.